друзья всем привет с вами дмитрий и канал night hunter сегодня у меня на канале обзор на очень интересный как всегда да я всегда говорю так друзья на самом деле все дело в том что я делаю обзоры только на очень интересные приборы заметьте в общем как бы шлаком на канале у меня нет просто от слова совсем поэтому ребят прежде чем мы продолжим подпишитесь обязательно на канал поставьте колокольчик чтобы не пропустить новинки рынка тепловизионной оптики и интересный видео соход с моих в том числе а мы погнали дальше итак на обзоре у нас сегодня тепловизионные монокуляры марки part у меня кучка такая добрая монокуляров ребят но вот это все дело она видите в пленочке такое все запакованное завода поэтому мы трогать не будем эти два монокуляра я сделаю обзор на примере монокуляра такого среднего на 35 линзе из 384 сенсора расскажу немножко сперва о монокулярах part линейка монокуляров т.а. представлена тремя монокулярами все эти модели друзья с длинномерами то есть apart вот на сегодня занимает такой сегмент на рынке монокуляров и прицелов в том числе с длинномерами достаточно бюджетной о прицелах я уже рассказывал в предыдущих выпусках которые есть в описании можете посмотреть как работает автобалистика и сегодня решил сделать небольшой такой обзор на монокуляры на примере данного вот прибора сейчас сделаем распаковку покажу вам комплектацию расскажу немножко по самим прибором чем они выделяются среди других отличительные особенности и скажу цены на сегодняшний день какие на эти приборы так друзья я много раз говорил что красивую упаковку и упор до упаковка она красивая такой вот футляр здесь коробка все в черном матовом цвете выполнено гармонично и очень классно по мне там черный цвет когда черный есть упаковки вообще беспроигрышный здесь инструкция находится непосредственно находится сам прибор друзья вот так вот он выглядит здесь нишу под него гарантийный талон здесь у нас еще такая вот сумочка идет в сумочке ремешок для переноски и и и такой вот мешочек бархатный внутри там шнур по ходу до шнур для внешнего питания его доставать не буду поскольку прибор у нас новый друзья прибор по левому борту имеет такой вот разъем здесь у нас находится под ним порты usb type-c и слот для карточки для micro sd а здесь запись производится на micro sd карту с правой стороны обозначение марки в данном случае это 32 35 лрф и такой вот ремешок для фиксации прибора на руке он регулируемый кстати кстати он регулируемый то есть под любой размер руки объектив у нас друзья имеет f10 35 миллиметров под объективом у нас находится лазерный длинномер длинномерный модуль собственно мне в парде вот что нравится это то что длинномерный модуль он совмещен ведь он интересно сделан под объективом у пульсара например длинномерный модуль сбоку это увеличивает габариты и вес прибора управление все находится сверху друзьям управление происходит пятью кнопками первая кнопка включения ближе к объективу ближе к окуляру кнопочка это меню и собственно кнопки непосредственно управления функциональные три штуки что мне не нравится ребят сразу скажу я всегда говорю что мне в приборах нравится что мне не нравится в любом приборе есть что то что мне не нравится мне здесь не нравится во первых вот это вот крышечка она у меня почему-то постоянно выпадает и второй момент много кнопок упар до богатый функционал но много кнопок в перчатках вот они близко расположены друг другу то есть голыми руками там в теплое время года без проблем а в перчатках можно будет перепутать эти кнопочки но если кто-то пользуется ими в процессе наблюдения в данном приборе друзья установлен 384 сенсор 12 микронной кратность стартовая здесь очень серьезная 37 что позволяет обнаруживать теплый объект на расстоянии более полутора километров дисплей также здесь большой о лет 1024 на 768 полноцветный картинка для 384 сенсора шикарная друзья сразу скажу здесь вот для штатива порт находится внизу питание питание осуществляется от аккумулятора 18 650 эти аккумуляторы можно найти в любом магазине единственное что такая особенность нужны аккумуляторы без защиты то есть видите чтобы пипочка не торчала иначе по размеру по аккумуляторы не подходят очень удобно то что аккумулятор здесь такой формат можно купить в любом магазине практически и запастись там тремя четырьмя аккумуляторами время работы здесь где-то 5-6 часов в зависимости от температуры воздуха и от качества и емкости аккумулятора и собственно можно будет купив там три-четыре таких аккумулятора охотятся с прибором практически всю ночь а по цене на сегодня он стоит 170 тысяч рублей с копейками на начало ноября а цена может меняться и я считаю что за такой компактный прибор у которых дальности обнаружения более полутора километров эта цена достаточно гуманная на сегодня по крайней мере пульсар сейчас axion 2 lrf xq 35 с длинномером стоит где-то парни 240 250 тысяч а кстати если это видео наберет хорошее количество просмотров лайков и комментариев я обязательно сравнивать прибор с пульсаром по картинке также вот покажу вам насколько разница в картинке у этого прибора и у пульсара axion соответствует разница в цене ребят далее как обычно нарезка видео на дистанции 25 50 100 200 метров стандартная моя как во всех роликах и пишите пишите обязательно пишите в комментариях что вы думаете об этом приборе достаточно недооцененным на мой взгляд о его картинке вообще и вообще о бренде пар может кто-то пользовался сталкивался и поделиться какими-то интересными фактами в общем ну и как обычно друзья покупайте тепловизоры тепловизионные прицелы тепловизионную технику в общем пользуйтесь получаете удовольствие от ваших охот добывайте ваши классные трофеи а всяких клоунов которые пишут постоянно бляденый ночь на что с тепловизорами это не охота шлите их короче лесом вот они просто вам завидуют всем хорошего дня всем отличного настроения всем удачи и пока пока что и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok